1893 год дал абхазскому народу двух будущих лидеров – Эфрема Эшба и Нестора Лакоба, которые во многом определили его судьбу. Нестор Лакоба – выдающийся сын абхазского народа, лидер советской Абхазии в первые 15 лет ее существования. Эфрем Эшба – видный абхазский государственный политический деятель, активный участник революционного движения в России и Абхазии. В истории нашей страны его имя связано с борьбой за независимое существование республики и установление советской власти в Абхазии. На конференции в честь 125-летия со дня рождения двух абхазских лидеров заслуженный педагог Абхазии, кавалер ордена Ахтебша Третьей степени Элеонора Козьмиди поделилась с аудиторией воспоминаниями своей матери, старшая сестра которой работала секретарем у Лакоба. Что я знаю из вашей истории со слов моей мамы? А ей приходилось в детстве видеть, как проходил по улице Нестор Лакоба, как он останавливался. Дом вот рядом находится, дом Топчана. Там жила, фамилии я уже не помню, мама хорошо знала, жила богатая семья на первом этаже. Дочка была пианисткой. Лакоба ходил на работу в совет министров, пешком всегда. И он часто останавливался, если слышал звуки музыки, доносящиеся из квартиры этого дома, и прислушивался. А когда он видел детей, играющих на улице, и моя мама в том числе, он говорил, ну что дети, вы играете на улице, ничего, будет время, и у вас будет лучшая жизнь. С именем Эфрема Эшба связаны не только установление советской власти в Абхазии, но и восстановление абхазской государственности. Именно Эфрем Эшба вместе с Нестором Лакоба и другими активистами большевистского движения выступили на первом съезде, когда был создан Абхазский народный совет. Ученый, общественный и политический деятель Станислав Лакоба рассказал об Абхазии 20-30-х годов XX века, в частности, о непростых отношениях между Лакоба и Эшба. По выпискам, сделанным Владиславом Мардинбе, становится известно, что Эшба неоднократно бывал в Абхазии в 1928-м, 30-м, 34-м, 36-м годах. По словам самого Ефрема Эшба, с Нестором Лакоба в это время, в 1934 году, у меня снова восстановилась дружба. Нестор тогда подчеркнуто указывал, что в Абхазии меня, то есть Эшбу, как троцкиста ни разу ни в одном районе не прорабатывали. Таким образом, Лакоба старался не подрывать моего авторитета. Это слова Эшба самого. Вообще, здесь необходимо отметить, что отношения между двумя лидерами были различные. От очень теплых в 1918-м, начале 1921 года, до довольно сложных. Историкам еще предстоит выяснить истинные причины расхождений, которые лежат не столько в сфере их личностных отношений, сколько связаны совершенно с другими факторами традиционной народной жизни, пришедшими в противоречие с законами классовой борьбы. На конференции была затронута и тема разрушенного во время Отечественной войны народа Абхазии дома-музея Нестора Лакоба, который до сих пор не восстановлен, но имеет статус Государственного историко-мемориального музея. Это вот жены репрессированных, это Ксения Лакоба-Чалмаз, Нина Павловна Лакоба-Таркил, Сигуа Джергения Вера Андреевна, жена военкома Абхазии. Мне трудно всех перечислить, все они писали во все инстанции, все они добивались, чтобы наконец в Абхазии был создан музей в памяти этому человеку. На конференции также прозвучали не менее интересных доклады, такие как Нестор Лакоба и Фрем Эшба в коллективных представлениях о прошлом, вопросы государственного строительства Абхазии в выступлениях Лакоба и другие.